Всем привет, с вами Прио. Прокачка военной кампании, а именно ее талантов, является чуть ли не самой важной особенностью нового дополнения. Так вот, есть различные таланты, которые позволяют получать различные бонусы. Самый первый, который открыт почти сразу же, второй, который открывается, в принципе, почти сразу же, третья полоса талантов, которая откроется за две разных недели. Суть ее в том, что нужно закрыть пять разных островных экспедиций. А интересность вся заключается в том, что в конкретную неделю со среды до среды можно поймать только три разных экспедиции. То есть придется, ну, немножечко так поиграть в эту игру подольше, чем одну неделю для изучения третьей полосы талантов. То есть не одну, а две недельки придется потратить на изучение этого таланта. Но вот касательно четвертой полосы талантов, очень много вопросов у людей. Откуда взять пятого соратника для дальнейшего развития своей военной кампании? Пришло время дать ответ. По течению военной кампании, по прокачиванию планки и ее репутации нам будут давать различные квестики. Предпоследний квест мы получим на планке 7500 из 12 с 7 легионом у Альянса и с Армией Чести. Насколько я правильно помню, эта фракция так называется у Арды. На планке 7500 из 12 тысяч мы получим предпоследний квест. А на планке 0 из 21 тысячи, то есть почтение самое нулевое, дадут последний квест, за который мы получим достижение готовности к войне. И как раз таки после выполнения этого достижения и после выполнения финального квест-лайна военной кампании, мы получим пятого соратника, который будет весьма уникален по своей механике. Надеюсь, механика соратникового Альянса вам напомнила некоторых соратников из легиона. Так что как-то так. Не стоит забивать на репутации, их нужно прокачивать. Всех вам благ, счастья, здоровья. Лутайте этого соратника побыстрее. До скорого.